МОДЕЛЬЕР 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 Тихая Ивановская область была потрясена жестокостью и цинизмом убийцы двухлетней девочки. 2 сентября 2016 года Гулхар Шаралиева похитила внебрачную дочь своего мужа, когда тетя малышки на минуту оставила девочку одну у подъезда, чтобы занести домой купленные в магазине продукты. Выйдя на улицу, она увидела лишь пустую коляску и убегающую вдалеке женщину с ребенком в руках. Малышку искали всем миром, по тревоге были подняты следователи, кинологи, волонтеры. Тем временем Шаралиева доехала на такси до городского парка культуры и отдыха Харенка. Девочка не плакала, вела себя спокойно. Никто из встреченных по дороге людей не заподозрил, что на руках у молодой женщины чужой похищенный ребенок. В парке Шаралиева подвела малышку к безлюдному обрывистому берегу реки и столкнула воду, а после равнодушно наблюдала, как девочка захлебывается. Тело малышки нашли в тот же день. Вскоре Шаралиева была задержана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина вошла в парк с ребенком на руках. Позже Шаралиева опознали и водитель такси, и девушка, которая глухар попросила вызвать машину. На первоначальном этапе следствия Шаралиева отрицала свою причастность к убийству, отказывалась разговаривать со следователями. Однако под тяжестью собранных следствием доказательств, понимая, что полностью изобличена в совершении преступления, женщина вину признала. Приговором суда Шаралиевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев. При этом суд учел, что глухар сама является матерью двух малолетних детей. Настоящим вызовом профессионализма у следователей-криминалистов стали убийства четырех молодых женщин в 2010-2011 годах, тела которых были обнаружены в лесных массивах на территории Ивановского района, недалеко от населенных пунктов и автомобильных дорог. Убитые не были знакомы между собой. Круг их общения и образ жизни тоже сильно отличались. Однако в результате генетических исследований объектов ДНК, взъятых с тел и одежды женщин, установлено, что к их убийству причастен один и тот же человек. Скрупулезная совместная работа сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области, экспертов Главного управления криминалистикой Следственного комитета России и сотрудников органов МВД России продолжалось несколько лет. В результате было допрошено более 370 человек. Назначено и проведено более 150 судебных экспертиз в экспертных учреждениях городов Москвы, Ярославля и Иваново. В Главном управлении криминалистикой Следственного комитета России проведено в общей сложности 43 молекулярно-генетических исследования в отношении почти 5000 человек. В технико-криминалистическом управлении Главного управления криминалистикой Следственного комитета России проанализированы сведения о соединениях нескольких тысяч абонентов, полученных от оператора сотовой связи в соответствии с результатами следственных экспериментов. Следователи методично проверяли каждую зацепку. А убийца тем временем затаился, ничем не проявляя себя. В октябре 2018 года по результатам очередных проведенных молекулярно-генетических исследований получены сведения об установлении возможной причастности к совершению преступлений ранее неоднократно судимого Максима Хренова, маляра штукатура строительной организации, ранее подрабатывавшего частным извозом на личном автомобиле. Его задержали 24 октября 2018 года в Череповце, где он находился в командировке. Под давлением собранных доказательств Хренов признал свою вину в совершенных преступлениях и согласился сотрудничать со следствием, попросив лишь об одном – до суда не сообщать жене, в чем конкретно его обвиняют. В ходе допросов Хренов показал, что предлагал незнакомым девушкам подвести их, в ходе разговора усыплял их бдительность, обманным путем доставляя в малолюдные места, где под угрозу убийства требовал передать ему ценные вещи, после чего насиловал и убивал, стараясь скрыть следы совершенных преступлений, поджигал тела. В суде от своих показаний он отказался, однако собранная следствием доказательная база признана судом исчерпывающий Хренов, осужден к пожизненному лишению свободы. Защиты требуют не только жизни и здоровья граждан, но и их имущественные права. Одной из социально значимых задач и наиболее актуальной в последнее время является защита прав обманутых дольщиков. В Ивановской области расследовано два уголовных дела о мошенничестве в сфере долевого строительства. В отношении Игоря Богданова, учредителя ООО «Инженерная коммуникационная компания», и Алексея Бабкова, директора ООО «Производственно-коммерческая фирма «Пума». Потерпевшими по данным уголовным делам признано полторы сотни человек. Размер причиненного дольщика материального ущерба составил более 400 миллионов рублей. Следственным управлением были приняты меры к наложению ареста на имущество компаний-застройщиков и их руководства. Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. В 2020 году Богданов приговорен к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Бабков к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Этот край всегда привлекал людей – Волгой, многочисленными родниками, озерами, лесами, богатыми на ягоды, орехи, грибы. На берегу озера Долгого здесь найдено поселение людей, которые жили здесь 120 веков назад. Здесь делают самые необходимые для мира и покоя вещи – постельное белье, подушки, одеяло. Здесь работает первое негосударственное предприятие в России по выпуску персональных компьютеров. Сохранить этот покой и уют, не дать преступникам нарушить привычный и надежный уклад – задача сотрудников Ивановского областного управления Следственного комитета России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова